Томаш, добрый день. Добрый день. Крайний раз мы беседовали с вами еще до того, как Дональд Туск все-таки стал премьер-министром Польши. С момента вот этих вот парламентских выборов уже прошло какое-то время, несколько месяцев, и хотел бы у вас узнать, как у гражданина Польши, а что поменялось для поляков с приходом Дональда Туска к власти? Здравствуйте. Можно сказать, не отходя от истины, что вместо чему мы получили холеру, вместо чему и получили проказу. Дональд Туск и его команда не самая лучшая замена. Ничего хорошего для поляков. Это старая гвардия. Дональд Туск уже правил в течение двух сроков, в 2007 и в 2015 годах. Он уже достаточно разрушил и уничтожил Польшу. К сожалению, у поляков короткая память. Используют это наши враги. Поляки проголосовали за Туска на зло Пис. Теперь говорим с сожалением и горечью, что будем еще скучать по Пис. Вы же знаете, что Пис – проукраинская, вернее, украинская народная партия, которая защищала и защищает по сей день интересы Украины и интересы Соединенных Штатов. Дональд Туск ничем не отличается. Будет еще более отважно защищать интересы Украины, и это уже видно. В польском сейме ни одна партия не защищает польские интересы. Это информация от нас, поляков, вам, белорусам. Вы хотите демократии? Посмотрите, как она выглядит в Польше, где в сейме все партии служат чужим интересам. Вы, белорусы, хотите демократии? Хотите, чтобы у вас было, как в Западной Европе? Посмотрите, как это выглядит в Польше. У нас нет своих предприятий, нет своего производства. Даже землю у нас в большинстве забрали. И наши фермеры вынуждены защищать свои интересы на польско-украинской границе. А власть Дональд Туск будет высылать войска и полицию, чтобы их разогнать. Дорогие белорусы, Польша для вас является красноречивым примером. Уроком того, чем на самом деле является неолиберальный террор, в котором мы, поляки, живем. Чем является, как мы это называем, этот евроколхоз, этот концентрационный лагерь, называемый Евросоюзом. Это пространство, в котором так называемые элиты ни в какой степени не защищают интересы государства. Туск служит Берлину и прежде всего Соединенным Штатам. Его правительство будет докручивать полякам гайки. Они что-то говорят, что в Белоруссии и в России нет так званой свободы слова. Я вас умоляю, давайте будем разумными. Правительство Туска, как и правительство ПИС, преследует поляков, всех поляков. Прокуроры и судьи судят поляков, которые защищают народные интересы, которые говорят в Фейсбуке, на Ютюб, в интернет-пространстве на эту тему. Два дня назад прокуратура, контрразведка, приехала в издательство Freedom в Ченстахове. Это издательство, которое занимается публикацией книг, политических, религиозных и публицистических. И, внимание, белорусы арестовали книги. Господин прокурор, согласно своему списку, арестовал несколько десятков книг. Ситуация, как в романе Рея Брэдбери 451 по Фаренгейту. Давайте назовем фамилии. Господин прокурор, которого зовут Дарью Шпшук, человек Дональда Туска, им присланный. Хорошо, что не сжег эти книги, ведь могли сжечь их. Это было бы более характерно для неолиберального террора. Вы, белорусы, очень хорошо знаете историю, особенно Второй мировой войны. Вы хорошо помните, что Адольф Гитлер, по сути, хотел сделать. Да, я только хотел сказать, что книги сжигали ведь не только в этом романе Рея Брэдбери, о котором вы говорите, но и в Третьем Рейхе, например. Вот именно, что Адольф Гитлер хотел сделать в Европе. Он тогда хотел создать Евросоюз, который сейчас функционирует. Немцам прекрасно удалось создать Четвертый Рейх, довольно легко используя свое экономическое влияние, превосходство. Германия является лидером в экономике. Польша – вассал, исполнитель Германии. Так что вы, белорусы, посмотрите на нас. Говорите своим детям дома, в школе. Смотрите, что случилось когда-то независимым государством. Польша – наш сосед, независимое государство, которое вошло в Евросоюз, вошло в НАТО и стало полностью зависимым, уничтоженным, униженным, зависимым экономически, с огромными долгами. Адольф Гитлер сжигал книги. Он не только их сжигал и не только хотел создать Евросоюз на Европейском континенте. Он хотел создать могучую Германию сетью зависимых от нее государств, то есть Евросоюз. А вы знаете, как назывались съезды молодежи из разных стран Европы? Европейские съезды молодежи. Дональд Туск – это никакая не замена. Он власть, которая прислуживает чужим интересам. Это видно по всем его движениям. Уничтожаются остатки свободы слова, свободы высказывания в рамках политической мести и борьбы с ПИСом. Они там просто грызут друг друга, грызут из-за денег. Вы знаете, с сожалением можно говорить, что сущность политической борьбы в Польше сводится к тому, что и ПИС, и Платформа, гражданская коалиция пытаются лучше выглядеть в глазах посла Америки Марка Бжезинского, который фактически является президентом Польши. Не президент Дуду – это прекрасное определение, которое дал президент Лукашенко и которое широко используется в Польше. Так вот, президент Дуду, он не правит, он только фигурант. Политические решения рождаются в Госдепартаменте и передаются по телефону. Марк Бжезинский даже не должен ехать. По телефону он передает распоряжение госслужащим в Варшаве – Дональду Туску. Хотя даже не должен давать распоряжение, потому что Туск, как и его предшественник Ярослав Кочинский и господин Моровецкий, они прекрасно понимают, что от них ждет американский господин. Вот, да, вы затронули такую тему, что поляки, они как-то очень быстро забыли историю, еще относительно недавнему, по сути. Здесь вот что хотелось бы сказать. Вот буквально совсем недавно наша генпрокуратура выступила в Совете министров с предложением внести нашу Брестскую крепость в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть у нас история, она всячески сохраняется, и открываются новые факты, в том числе факты неприятные, как, например, геноцид белорусского народа со стороны тех же украинских коллаборационистов, нацистов и так далее. А почему в Польше вот так вот быстро забыли эту историю? И что самое главное, как вы считаете, когда это началось? Со времен Леха Валенца или еще раньше? Фактически упадок Польши начался в 1989 году, то есть при создании так называемой Третьей Речи Посполитой, благодаря зависимости от англосаксов. Насколько я помню, я уже произносил фразу, которую мы, поляки, широко используем. Когда в 1989 году англосаксы прибыли к нам, у них была демократия, а у нас наша земля. Англосаксы годами учили нас, чтобы мы с закрытыми глазами по памяти повторяли демократические цитаты. Но когда мы, поляки, в конце концов открыли глаза, у них была наша земля, а у нас демократия. Наша судьба пусть кому-то послужит. Пусть наша судьба и упадок Польши послужат вам, братья-белорусы, чтобы вы два раза подумали, прежде чем сделать что-то неумное. Разница между вами и нами заключается в том, что у вас у власти находится патриот, государственный деятель, настоящий патриот. Александр Лукашенко уже вошел в историю как человек, который спасает Беларусь, и благодаря ему Беларусь существует. Хвала ему за это. Мы, поляки, мечтаем о таком президенте, но мы его не заслуживаем. Мы мечтаем о президенте Лукашенко, мечтаем о таком президенте, каким есть Лукашенко, но мы действительно его не заслуживаем. Упадок Польши начался в 1989 году. Полная зависимость от Берлина и Вашингтона. Для этого были нужны предательские, коррумпированные, так называемые элиты. Поэтому у нас были Лех Валенца, Квасневский, Бронислав Комаровский, Дуду, еще раньше Лех Качинский, Туск, Моровецкий. Мы все это называем непрекращающееся предательство. В связи с этим Польша была экономически уничтожена. Конечно, политически и естественно уничтожена была культура. Польский народ не просто умирает, мы демографически умираем, нас все меньше. Согласно статистикам, в 2060 году поляков будет 32, не целые 33 миллиона. Не нужны даже войны, чтобы закрыть польскую тему. А над нами висит все же угроза войны. Висит над нами и всем регионам. Нас уничтожили экономически, политически, но также уничтожили нашу историческую память. Я как поляк, как представитель команды свободных поляков, рад, что наш голос слышат в Минске. Мы вам за это очень благодарны, братья-белорусы. И от имени не только моих читателей, но также огромной армии поляков, говорим вам спасибо, что вы с уважением подходите и слушаете голос большой группы поляков, которые реалистично думают. Дошло до такого парадокса, что власть Польши настолько отвернулась от исторической памяти, что именно россияне, белорусы вспоминают о геноциде, о волынской резне, которую совершили украинцы по отношению к полякам во время Второй мировой войны. По отношению к полякам, евреям и к русским. А мы, поляки, о волынской резне никогда не забывали и не забудем, хотя бы потому, что украинцы ни в какой степени не рассчитались за свое ужасное геноцидное прошлое. Даже обычное «извините» не прозвучало с их стороны. Сейчас уничтожаются все польские следы на Украине. Уничтожается все, что связано с Польшей. Это народ, который в своем большинстве ненавидит Польшу и поляков, и мы это видим. И они не могут извиниться, украинцы не могут признать. Да, мы массово убивали поляков, евреев во время Второй мировой войны. Потому что мы были вынуждены признать, что вся их государственная идеология, вся историческая память построена на геноцидной идеологии Бандеры, Суховича, Коновалица. Вся Украина искусственно создана. Нет украинского народа, есть малороссы. Знаете, Томаш, я ведь примерно об этом и говорил, что пока мы, скажем так, переоткрываем трагичные страницы нашей истории, такие как геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, поляки почему-то наоборот затирают такие факты, как Волынская резняк, которая ведь... Отповедь из просто, потому что вы подметовым панством. Ответ очень прост. Потому что вы мыслящее государство с мыслящей властью. У вас свои политики, которые помнят о Хатыни. Мы, поляки, знаем, что такое Хатынь. Мы знаем, кто во всем этом участвовал. Немцы и украинцы, бандеровцы. Мы в Польше не только помним о Волынской резне и Волынском геноциде, но мы также помним о деревне на Сувальщине, которая называется Красный Крест. Она была окружена немцами в 1944 году и уничтожена, сожжена дотла. Но кроме немцев за это преступление отвечают их сотрудники, бандеровцы. Помним не только о бандеровцах. Помним о жемайтах, о литовцах, о шаолисах, которые тоже работали на фашистов во время Второй мировой войны. Назистов в часе Другой войны. Литвиницы. Лесные братья те же самые, например. Жмудзини, жмудзини, шаолиси, бандеровцы были споупрацовниками. Конечно, жемайты, шаолисы, бандеровцы работали на немцев. Поляки сражались с немцами. Немцы нас уничтожали, и мы это помним. Моя бабушка была узницей концлагеря Равенсбрюк. Мой дедушка сражался с немцами под Монте-Кассино. Мой второй дедушка был партизаном и сражался с немцами во время оккупации. И для нас немцы были такой же угрозой, как для белорусов или русских. Мы помним о том, что 80% Минска было уничтожено во время Второй мировой войны. Мы помним о том, что каждый третий белорус погиб. Поэтому мы, поляки, действительно плачем, потому что возникла ситуация, которую невозможно спокойно пережить. Когда наши польские власти отворачиваются от нашей исторической памяти. Когда наши соседи помнят о Волыне, а польской власти нет. Вы задали вопрос, почему так происходит. Ну, во-первых, потому что нет свободной Польши. Польши вообще нет. Нет независимой Польши. А сейчас, когда американцы разожгли войну в Украине, польские власти отвернулись от наших жертв, от наших погибших, потому что это сейчас в интересах Соединенных Штатов. Чтобы никак не обвинять ни в чем Украину, которая является орудием, шпагой, нацеленной в самое сердце России. Это скандал, это позор, и я публично об этом говорю. Мы, поляки, об этом не забываем и не забудем. И очень хочется, чтобы вы на Востоке, в Минске и Москве, среди русскоязычного населения помнили, что мы тоже не забыли, кто начал Вторую мировую войну, кто хотел уничтожить Европу, кто уничтожал славян, у кого кровь на руках. С сотрудником Гитлера, племенем, которая рассчитывала, что благодаря экспансии Германии на Восток возникнет какая-то украинская губерния, были бандеровцы, украинцы. Простите за сравнение, но альфонсом Украины всегда был Берлин. Вначале была Габсбургская монархия, а потом Пруссия, Берлин в начале 20 века, а позже Гитлер следили, чтобы Украина была инструментом, нацеленным в сердце России. Внимание, очень интересная историческая информация. Государством, которое уже в конце 30-х годов, в 1937-38 годах, а позже в 1939-м, следило и мечтало о том, чтобы возникла какая-то форма Украины, что объединила бы границу Советского Союза с Германией, были Соединенные Штаты. США на украинском отрезке. Американская разведка. Яков Макогин. Обратите, пожалуйста, внимание на функции Якова Макогина. Это был офицер американской разведки, которого дважды польская контрразведка выгоняла из Львова в 1938-1939 годах, когда Львов еще принадлежал Польше. Что делал офицер американской разведки в предвоенные годы во Львове? Он вел там диверсионную деятельность с целью образования вольной Украины. У американцев долгие традиции проведения диверсионной работы в Средневосточной Европе. Украина всегда была инструментом для ослабления России. У нас сейчас две годовщины. Первая – уже два года Россия защищает свои жизненные интересы на своих западных границах и имеет к этому полное право. Видя, что Соединенные Штаты планируют в отношении Украины, Россия не могла этого позволить. Не могла позволить, чтобы американские военные объекты появились под Харьковом. Россия, как могущественное государство, не могла позволить, чтобы недалеко от Курска, а Харьков находится рядом, американцы установили гиперзвуковые или баллистические ракеты. Они не могли позволить, потому что возможность российского реагирования на провокационные американские удары была бы минимально ограничена. Баллистическая ракета из-под Харькова до Москвы летит 8 минут, гиперзвуковая ракета – 3-4 минуты. Американцы могли бы провести удары и уничтожить все важные объекты и стратегические цели. Россия была бы уничтожена. Россия абсолютно права. Россия защищает не только свои интересы на Украине, но и просто хочет выжить. Каковы цели Соединенных Штатов в этой Третьей мировой войне, которую американцы развязали на Днепре? Их цель – уничтожение России. Даже не идет речь «давайте сделаем из нее демократического вассала», речь об уничтожении России. Путин был прав, говоря, что проклятием при возникновении Советского Союза были так называемые союзные республики. Американцы делают все, чтобы уничтожить Россию. Россия защищает свои жизненные интересы уже в течение двух лет. А десять лет тому назад начался второй Майдан. Это тоже дело рук американцев. Посмотрим, что же осталось. И вы, белорусы, и мы, поляки, это видим. Что осталось от Украины спустя десять лет? Зеленский пришел к власти с лозунгом, что остановит войну на Востоке. Ездил и теперь ездит. Мы уже смеемся, что куда бы на фронт Зеленский не приехал, очень скоро россияне завоевывают эту местность. Авдеевка недавно была завоевана. Поэтому и шутим, что куда Зеленский не приедет, сразу же эта местность завоевывается. Такой из него главнокомандующий. Помните, когда он ездил на фронт, у солдат забирали оружие, чтобы никому из бандеровцев ничего не пришло в голову? Потому что они ненавидят его. Эти крайние шовинисты ненавидят Зеленского, потому что он предатель. И что осталось от Украины? Сколько их там? 19 миллионов? Некому воевать. У меня достоверные данные. Средний возраст украинского солдата 40-50 лет. Там некому воевать, там никто не хочет воевать. Молодые украинские мужчины веселятся в дорогих ресторанах Варшавы, Берлина и Милана. Грызутся между собой из-за власти Зеленский залужный. Залужный сегодня выброшен из обоймы. Хотя, возможно, вернется. Если ЦРУ решит, что залужный может еще пригодиться на украинском участке, то из него быстро могут сделать герои. Это следующая мементо для белорусов и россиян. Польша является первым мементо. Белорусы, вы же знаете историю Польши. Мы были гордым, большим, прекрасным государством. И в финале мы остаемся, несмотря на террор, великим народом. Посмотрите, что от нас осталось. Вторым мементо для всего мира, как англосаксы действуют, это трагедия Украины. Соседнего государства, соседнего народа. К несчастью, рядом с нашей границей. Я хотел у вас спросить, Томаш, про НАТО. Сейчас в Европе проводятся крупнейшие учения со времен Холодной войны, которые получили название «защитник». Не знаю, правда, от кого они там собираются защищаться, тем более, судя по их маневрам, скорее это не защитник, а наступающий. Так вот, эти учения проходят в том числе и на территории Польши, где размещено немало солдат НАТО. Ну, я уверен, вы знаете об этом гораздо лучше меня. Так вот, когда у нас в Беларуси проводятся совместные учения с российскими войсками, почему-то в том числе в Польше кричат о некой оккупации. А когда аналогичное учение проводит НАТО с еще большим количеством воинских группировок, никто об оккупации не говорит. Об оккупации Польши я имею в виду. А почему так, как вы считаете? Во-первых, не только на территории нашего региона, на территории Польши. Во-первых, не только на нашей территории нашего региона Польши и Литвы проводятся военные учения. Хочу обратить ваше внимание на северный фланг, на арктическое направление. Швеция, Финляндия, Норвегия. Там тоже проходили серьезные военные учения под названием «Северная фиалка», организованные американцами против России. Большим геополитическим изменением было принятие Финляндии в НАТО. Швеция скоро будет принята. Финскому и шведскому народу этот факт не принесет никакой пользы. За счет чего возникло богатство Швеции? За счет того, что они оставались нейтральным государством во время Первой и Второй мировых войн. «У Финляндии тоже до этой поры были разумные отношения с Россией. Мы, поляки, понимаем характер военных учений, проходящих на территории Польши и Жмуди. Они направлены против Белоруссии и России. Белорусы вы же, естественно, знаете, и во многом благодаря президенту, который недавно прекрасно выступал, в очередной раз прекрасно говорил. «У нас очень внимательно следят за всеми выступлениями вашего президента. Очень внимательно слушаем его слова. Говорю это белорусам, которые, может, не знают. Мы очень внимательно слушаем, что говорит президент Лукашенко». «С Белоруссией постоянно какие-то проблемы. У Пентагона, Госдепартамента постоянно возникают огромные проблемы с этой Белоруссией. Тут президент прав. У них возрастает нетерпение и раздражение, что Беларусь не становится демократической страной. Не получилось это в 2020 году, повторение Майдана. Попытка проведения революции в Минске не увенчалась успехом. Также в 2021-2022 годах Беларусь, власти страны защищали и защищают свою независимость. То, что нас беспокоит, то, что вы, белорусы, должны знать. Президент говорил о возможных провокациях разведок Польши и Америки на территории Польши за счет поляков, чтобы потом переложить ответственность за это на Минск и Москву. Да, Томаш. Я, кстати, хотел вас об этом спросить, но вы меня немного опередили. Хотел спросить вот о чем. Раз уж вы слушали эту речь президента, знаете, что пытался донести Александр Григорьевич. К чему подобные игры польских спецслужб и их американских кураторов могут привести в дальнейшую перспективу. Отповем еще, скончу ответ на паинские первые питания. Так, мы, поляцы... Закончу ответ на ваш первый вопрос. Мы, поляки, расцениваем присутствие американских, английских и немецких войск на нашей территории, как оккупацию, оскорбляющую гордость поляков. Свободное польское государство поблагодарило за такую союзническую поддержку. Пришли такие времена, что в Жмуде размещена бригада вермахта Литва. Давайте называть своими именами. Это не Бундесвер, это вермахт. Так вот, эта бригада будет усиливаться моими родными сувалками в так называемом сувалкском коридоре. Оказывается, я живу в коридоре. Не хочу жить в коридоре. Я живу в Польше. Но пентагоновские стратегии называют мои родные земли сувалкским коридором. Они знают, что там хорошее место, удобная часть Польши, в которой можно будет спровоцировать Беларусь, Калининградский округ, то есть Российскую Федерацию. Они это планируют. Через мой родной город проезжают транспортные эшелоны вермахта с черными крестами. Мой дедушка, который воевал с немцами, все погибшие поляки переворачиваются в гробу от этого. Наши предки переворачиваются в гробах, когда видят, что польские власти сделали с нашей исторической памятью, когда отворачиваются от наших погибших, отворачиваются от волыни, от тех, кого уничтожали немцы и украинцы. Отвечая на ваш вопрос, нужно помнить, что деятельность польских спецслужб, определение «польский» в этом случае надо брать в кавычки. Потому что агентство безопасности, разведки — это не польские службы, это исполнители американских приказов, то есть, по сути, американцы. Американцы спокойно могут позволить себе провокации на территории Польши ценой поляков. Потому что это мы понесем жертвы. Никто не знает, может это будет, не дай бог, что-то большее, более серьезное. Возможно, с использованием тактического ядерного оружия. Вроде того, что белорусская тактическая ядерная ракета упала на Белосток или Жешев. Кто его знает, могут и это использовать. Но первыми жертвами всего этого будут поляки. Информация белорусам от поляков. Господин президент это знает. Не поляки отвечают за такую политику. Не поляки будут отвечать за скандальную провокацию. За это отвечают предатели у власти и американцы. Так наш президент, он всегда говорит о том, что нужно разделять власть какой-либо страны и народ, то есть, простых людей. Мы это видим и мы это слышим. Мы себя слышим. Мы себя слышим. Вы нас слышите. Мы всегда слышим, что вы нам говорите. Посмотрите, независимо и реалистично думающие поляки находятся в такой глубокой оппозиции, что на польском официальном телевидении наш голос не слышен. Дошло до того, что мы можем высказываться посредством средств информации Белоруссии и России. Поляки уже знают, что если надо узнать мировые новости, нужно смотреть на ютубе ваши информационные программы. Среди них агентство Белта. Мы очень ценим Белта. Опять же, возвращаясь к этой речи президента, о которой вы говорили и которую вы слушали, он упомянул еще такую вещь, что на территории Польши, и об этом говорилось уже достаточно давно, но Чехии и Литвы готовятся террористы из числа наших, ну, назову их согражданами, для того, чтобы под каким-либо предлогом попасть на территорию Беларуси и провести здесь какие-нибудь диверсии или откровенные теракты. Какой здесь интерес у польского руководства в том, чтобы такие вещи происходили на территории нашей страны, которая, ну, вообще никаких враждебных шагов, по-моему, по отношению и к Польше и не предпринимает? Я считаю, что большим антипольским скандалом является поддержка предателей и ренегатов, коррумпированных ренегатов, так называемой белорусской оппозиции. Этот скандал не лежит в интересах польского государства и польского народа. В интересах польского народа самые близкие отношения с братской Белоруссией. То, что это не власть, то, что делали раньше предатели из Пис, Моровецкий и теперь Туск. Это все для поддержания интересов Соединенных Штатов. Недавно у нас какой-то наркоман, ренегат, типа белорусский, представляющий так называемый батальон Калиновского, или как он там называется, ездил по Польше, по Чехии и призывал к войне с Белоруссией. За такое прокурор – это же поджигание к войне. Согласно Уголовному кодексу, кажется, 117-я статья – за такое тюремное заключение. Каков их политический престиж, если работают в ущерб отечества? Да и давайте говорить откровенно, они к политике-то отношения никакого не имеют абсолютно. Нет, конечно, в Белоруссии они не имеют никакой значимости. Кто их знает в Белоруссии? Это примерно как Зеленским или Навальным. Это искусственные творения, искусственно популяризированные американскими СМИ, вернее ЦРУ. К примеру, Навальный – наркоман, который передозировался в тюрьме. Возможно, конечно, что его ликвидировали американцы, потому что им это было нужно. Мы не знаем, как произошла его смерть. Я просто выдвигаю гипотезу, что парень просто не рассчитал с дозой. Его состояние здоровья после многолетнего алкоголя и наркотиков просто не справилось, и парень умер от передозировки. Так кем был Навальный? Был обычным вором. За что сидел в тюрьме в Салехарде? За воровство. Был вором, непорядочным человеком. Обворовывал в том числе россиян. И за это сидел в тюрьме. При этом он выставлял себя борцом против коррупции. Да, и этот вор мог еще что-то говорить. Это как раз англосакская лицемерие. Вы, думаю, знаете, что россияне были встревожены его состоянием здоровья. Потому что парень кололся в тюрьме. Имел доступ к наркотикам и кололся. Мы смеемся в Польше, что Зеленский нюхает чистый кокаин. Так что, возможно, чуть дольше проживет. А наркоман, вор Навальный, имел доступ к грязным наркотикам. Ему они не пошли. Так вот, в 2020 году россияне, встревоженные его состоянием здоровья, разрешили ему выехать в Германию. Чтобы он в клинике прошел детоксикацию своего отравленного организма. А что сделали американцы? Ребята из ЦРУ взяли его за галстук и сказали. Сынок, ты должен туда вернуться, потому что нам нужна жертва. Сакрализация жертвы. Это называется технология сакрализации жертвы. Потому что нам нужна, уважаемая, фигура офиары. Сакрализация офиары. Это называется фахово, хорошо, то претłumачьте. Технология сакрализации офиары. Да, знаете, Томаш, еще одно такое замечание. Я тоже всех обстоятельств его смерти не знаю. Но здесь не нужно быть семи пядей в лбу, что называется, чтобы сложить два плюс два и понять, что Владимиру Путину перед выборами это абсолютно невыгодно. Правдоподобнее всего, что сердце парня просто не выдержало. Вы же понимаете, если вы долгие годы употребляете наркотики, что бы было? Век наркомана короткий. В политике выглядит так. Если хотим увидеть, кто несет ответственность, то нужно посмотреть, кому это выгодно. Я вас умоляю. Путин и Кремль последние, кому прямо перед выборами и вообще в принципе нужна была смерть Навального. Этот человек должен был сидеть и умер бы рано или поздно абсолютно забытым. Самое смешное и самое грустное заключается в том, что Навального никто уже и не вспомнит. Через две-три недели этот западный потребитель информации, которого кормит пропагандой и даже не будет знать, кем был Навальный. Хотя могут его помнить немного дольше, потому что, как видим, ЦРУ даже его жену, которая давно жила с другим мужчиной, стремительно превращают в великую оппозиционерку. Точно так же, как ЦРУ поступила с Тиходайкой. Баба из ниоткуда. Во-первых, слабо и интеллектуально. Все в этой оппозиции глупые люди, глупцы. Тихановская, как только открывает рот и начинает говорить, все присутствующие смущенно опускают глаза. Теперь в этом смысле стало лучше. Потому что читает по бумажке, которую ей пишут, чтобы знала, что говорить. Вот и вся белорусская оппозиция. Предатели и ренегаты, действующие во вред своего народа. Как это грустно. Какой это упадок. Вилла на Сасском острове, деньги. Им же надо за что-то жить. Их ведь содержит не ЦРУ. ЦРУ, Сиходайку и наркоманов из батальона Калиновского. Этих ренегатов, их содержит польская невласть, польское правительство. ЦРУ, они по сути просто раздают приказы и всё. Президент Лукашенко был прав, что ЦРУ не удастся. Сейчас у вас парламентские выборы. Большой сердечный привет Олегу Гайдукевичу. Надеюсь, при вашем посредничестве смогу обратиться к полякам, голосующим в Беларуси. У вас ведь фантастическое польское общество. Поляки Беларуси прекрасно знают, что нужно сделать всё возможное, чтобы Беларусь была независимой. Поляки очень лояльно относятся к белорусскому государству. Поляки понимают значение Александра Лукашенко. И при вашей непосредственной помощи, потому что знаю, что нас смотрят поляки не только на Гродненщине, хочу призвать, пожалуйста, если это возможно, голосуйте за Олега Гайдукевича. Это очень интеллигентный, смелый политик, пробелорусский политик. Примерно столько хотел бы посоветовать нашим полякам, живущим в Беларуси. «Господин президент прав, что ЦРУ ничего не удастся в теперешних парламентских выборах. И в будущих выборах. Ведь в следующем году у вас президентские выборы. Первое, что мы, поляки, сделаем после очередного выбора Лукашенко президентом свободной Беларуси на следующих выборах, обязательно приедем в Минск, чтобы его поздравить. Стоит поздравить друга Польши. Посмотрите, в какие времена мы живем. Западная пропаганда, антипольская пропаганда создала из Беларуси и ее президента образ врага Польши. В то же время, так как вы сказали, не нужно складывать 2 плюс 2, чтобы понять, что Беларусь – это государство дружеское по отношению к своим соседям. И мы благодарны Александру Лукашенко за то, что в нашем регионе мир, тут между нами, помимо подожженной Соединенными Штатами Украины. Что будут делать американцы при помощи этих клоунов, этой смешной оппозиции, тиходайки, которая сейчас в связи с Украиной отодвинута в сторону? Она очень хочет быть на виду. Они решают, как еще навредить своей отчизне, своему народу, чтобы американский господин похлопал одобрительно по плечу. Американцы будут пробовать повлиять на ситуацию в Беларуси. Да, вот раз уж вы, Томаш, заговорили о президентских выборах, которые действительно пройдут у нас в следующем году, то вот этих вот террористов, в том числе на территории Польши, их же не в последнюю очередь готовят для совершения провокаций вот именно в этот предвыборный период. Ну вот этих вот персонажей из так называемого полка Калиновского, их еще у нас раньше называли «ТикТок войска», потому что как только они попадают на реальный фронт, они там очень быстро утилизируются, а воюют, как правило, в соцсетях. Ну так вот, суть в чем? В том, что их ведь готовят именно под эту кампанию. Я говорил об этом год назад в вашем эфире. Американцы будут делать все возможное, в том числе при помощи бандеровцев, украинцев. Президент говорил о переброске террористов с территории Украины и бандеровцев, и, скорее всего, белорусских предателей. Американцы будут пробовать организовать очередной Майдан, чтобы уничтожить страну изнутри. Мечта американцев, чтобы, к примеру, в Гомеле или Витебске или Могилеве возник совет народного единства. Настоящее белорусское правительство, которое гласит создание настоящей независимой белорусской власти. Белорусы, конечно, к этому готовы. Белорусская контрразведка к этому готова. Такого рода попытки должны быть задушены еще в зародыше. В связи с этим, внимание, есть другой вариант, если нельзя этого сделать. А Беларусь уже прошла 2020 год. Я это называю наивной добротой. Вы тогда были слишком добрыми, в 2020 году слишком наивными. Мой знакомый белорусский политик сказал, нет, мы не были тогда слишком наивными. Мы тогда показали, что слабые. А теперь Запад знает, что вы сильные, вы провели уже работу над ошибками. Повторно не будет так легко организовать Майдан в Беларуси. В связи с этим, об этом говорил президент, будут пробовать организовать правительство за границей. В Варшаве. Эмиграционное белорусское правительство. Мне бы даже хотелось, чтобы премьером была Тиходайка. Она очень смешная, забавный клоун. Она сама себя дискредитирует и компрометирует. Может, возникнет какой-нибудь парламент или Народный белорусский совет со штаб-квартирой в Варшаве или на Сасском острове за наши деньги организует какое-то театральное, абсолютно в стиле кабаре и ретро-кино. Понятно, что все это не имеет ничего общего с реальностью. Тот же батальон Калиновского. Вы знаете, они настолько же реальны, насколько реальным было известно и украинское контрнаступление. Насколько реальна украинская армия и действия украинцев на Востоке. Это Тиходайка и так называемые оппозиционеры настолько же правдивы и реальны, как режим Зеленского и его власть. Ведь он в Киеве ничем не руководит, все решает ЦРУ, даже не Ермак. Мы же видели, когда в конце января в Киев приехала Виктория Нуланд и грозно помахала ребятам пальцем. Зачем приехала Виктория Нуланд? Во-первых, приехала узнать, сколько еще осталось пушечного мяса, потому что у нас в Вашингтоне президентские выборы 5 ноября. Мы не хотим, говорила Ермаку, мы не хотим иметь какие-то сомнения, что вы будете воевать до последнего солдата, последнего украинца. Так вот, она приехала сказать Ермаку, перестаньте ругаться из-за денег. Мы знаем, что то оружие, которое мы вам даем, вы воруете. Но окей, ребята, все нормально. Понятно, мы себе эти деньги допечатаем, нет проблем. Но перестаньте это делать публично. Потому что перед выборами это не лежит в интересах Соединенных Штатов. Не нужно, чтобы тут доходило до ссор. Что нас беспокоит? Что беспокоит президента Лукашенко и президента Путина? Это то, что приближаются президентские выборы в Соединенных Штатах. 5 ноября. Путин прав. Неважно, будет Трамп или Байден. Вместе с тем, Владимир Путин, он же отмечал, что нам как бы выгоднее Байдену власти. Байден, так слышали. Для нас Байден, для нас, для нас Байден. Ну, конечно, Маратия, это злошливость культуральная, как обычно. Да, я слышал об этом. Да, для вас выгоднее Байден, конечно. Злоба, особенно культурная, грубые скандальные высказывания этого умирающего старика. Все, что он делает, к примеру, называет кого-то убийцей, перерастает человеческое восприятие, нарушает норму международного права, дипломатической культуры. Вы на Востоке, в Минске и Кремле уже давно знаете, что со стороны Запада не стоит даже ожидать элементарной дипломатической культуры. Там только гангстеры и бандиты, как мы их называем. Они ведут гангстерскую политику. Мы нормальные люди, мы поляки, вы белорусы, россияне. Мы цивилизованные нормальные люди. Но такими людьми не являются пентагонские гангстеры. Гангстеры Госдепартамента. Есть у меня опасение, что кому-то может прийти в голову именно то, о чем говорил президент Лукашенко, о чем и я говорил год назад. Что могут себе позволить грубую большую провокацию? Президент говорил о гливицах. Освежите свою память и вспомните из истории гливицкую провокацию. Немцы в 1939 году хотели получить гливице, чтобы потом обвинить поляков, что это польские солдаты атаковали немецкую радиостанцию. Так вот, американцы могут также воспользоваться провокацией. Я говорил об этом год назад, даже с применением грязной бомбы, тактического ядерного оружия, чтобы показать зараженную территорию Белостока, потому что ударила белорусская тактическая ядерная ракета с российской тактической боеголовкой. Почему они могут это сделать? Я думаю, что возникает это от американского отчаяния. Они видят, что ни санкции не победили Россию, ни война в Украине не победила Россию. Россия выигрывает и добивается своих стратегических целей. Минск все это время остается независимым государством. Лукашенко все время защищает государственные интересы Беларуси. Эту ситуацию американцы не могут пережить. В связи с этим такая большая грубая провокация сможет помочь американцам показать всему миру, который на стороне России, Китая и Беларуси, ведь Южная Америка, Африка, Азия, они все на стороне Российской Федерации и Беларуси. Какое из государств Южной Америки присоединилось к незаконным санкциям Америки по отношению к России? Одно государство – Багамы. Весь мир понимает российские интересы. Почему Россия защищает свои интересы? Так вот, американцы грубой ценой, ценой поляков, потому что они будут погибать, хотят сказать всему миру. И что? Вы все еще на российской стороне и на стороне Беларуси? Ведь это они использовали ядерное оружие против гражданских. Вы все еще хотите их защищать и поддерживать? Все так же не хотите присоединиться к санкциям? Это будет очередной процесс эскалации, очередной уровень эскалации. Лишь бы так не случилось, потому что это грозит масштабной мировой войной. Видим, что американцы натворили на Ближнем Востоке, в Палестине. 7 октября Америка там открыла очередной фронт. Об этом говорил президент Лукашенко в своем выступлении. Американцы открыли очередной фронт в борьбе с Китаем и Российской Федерацией. И снова лицемерие Запада. Напомню, Израиль пугал использованием ядерного оружия. Израиль, давайте все называть своими именами, надеюсь, вы это не вырежете, несет ответственность за гибель более 30 тысяч гражданских лиц, из чего половину составляют женщины и дети. Мы, славяне, не американский вассал. Мы, славяне, не можем молчать. Не молчи мы, белорусы, не молчат россияне. Израиль – американский вассал. Он несет ответственность за уничтожение сектора газа. С чем мы столкнулись сегодня в Палестине? С геноцидом. С окончательным решением палестинского вопроса с молчания Запада. Не молчит только Чили, Россия, Беларусь. Арабские страны молчат. Тоже продажные элиты, потому и молчат. Иран не молчит, Турция иногда пытается высказываться. Вот вам и двойные стандарты. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Беньямина Нетаньяху? Нет. Израиль обложили международными санкциями? Нет. Изолировали ли Израиль в международном пространстве? Нет. Так о каких ценностях мы говорим? Конечно, это двойная мораль. Это лицемерие Запада. В такой ситуации и Минск, и Москва могут спросить и спрашивают у Запада. Так в чем заключаются ваши западные стандарты, ваши ценности? Какие они? Назовите их. Мы тут в Польше тоже не ориентируемся. Иронично спрошу, где они? Мы и вы в Беларуси прекрасно понимаете, что если бы Россия на Украине хотя бы на одну пятую сделала то, что сделал Израиль с палестинцами, то вы тогда представляете себе ту волну возмущения свободного либерального Запада. Если бы Россия убила 2-3 тысячи украинских детей, то Америка от возмущения рвала бы на себе рубаху. А тут убито более 30 тысяч гражданских. Половина – это дети и женщины. Мы, поляки, пользуясь случаем, что могу говорить в вашем эфире, мы, поляки, видим это, публично высказываемся и никогда не забудем. Так же, как никогда не забудем о наших жертвах, о жертвах белорусов и России. Мы, поляки, знаем и помним, что концлагерь Освенцем в самом начале создали для поляков. Его узниками были в основном поляки. Мы помним также узников, пленных Красной Армии, которых немцы массово убивали в концлагерях. Мы помним, что Освенцем, как и многие другие концлагеря, были освобождены Красной Армией, а не французами, итальянцами или англичанами. Дорогие белорусы, у меня часто бывают встречи с читателями. Через неделю в Гданьске. И там, недалеко от Гданьска, на Приморье, есть очень особенное место. Мечтаю, чтобы когда-нибудь президент Путин со свободным лидером свободной Польши посетили это место и вместе возложили цветы. Я говорю о местности под названием Старое Пруссово. Почему это место особенное? Потому что там стоит памятник очень особенный и исключительный. Это памятник не воинам-победителям Красной Армии, не танк Т-34 и так далее. Это памятник замученному, погибшему от голода солдату Красной Армии. Там, в этом населенном пункте, в немецких усадьбах, их использовали как рабов в хозяйстве. Там были солдаты, офицеры Красной Армии. Их не только использовали для рабского труда, их мучили голодом до смерти. Это самая страшная смерть. Вот именно там находится очень трогательный памятник замученному до голодной смерти солдату Красной Армии. Почему я это говорю? Когда началась СВО на Украине, операция по защите интересов России, мы видели в течение двух лет, что сумасшествие охватило поляков. Их охватила ненависть к России, к Беларуси, ко всему, что русское. Все, что имело отношение к культуре, литературе, уничтожалось и сегодня уничтожается. Так почему я говорю об этом трогательном памятнике? Я уверен и верю в то, что президент Путин вместе со свободным лидером Польши возложат там цветы и зажгут свечи у памятника. Почему об этом говорю? Даже этот трогательный памятник замученного до голодной смерти солдата Красной Армии был облит местными жителями Красной Краской. О чем тут можно говорить? Мы, поляки, можем только говорить о позоре и скандале. Плевком нам в лицо было, когда бандеровцы облили Красной Краской российского посла, который 9 мая 2022 года имел полное право возложить венок к памятнику советским солдатам в Варшаве. Он имел право отдать дань уважения и памяти погибшим. Его и российскую делегацию облили Краской бандеровцы в Варшаве по разрешению спецслужб и польских властей. По сути, не господин посол был опозорен. Было опозорено достоинство Польши. А говорит этот человек, который долгие годы в родных Сувалках и везде, где бываю, возлагает цветы и зажигает свечи на могилах погибших солдат советской армии. В Сувалках тоже был концлагерь, в котором замучили несколько десятков тысяч солдат советской армии. Также очень много советских солдат погибло при освобождении Сувалок. Вы знаете, почему мы это делаем? Почему помним о погибших солдатах советской армии и зажигаем свечи? Потому что мы христиане, мы католики. В Сувалках много лежит также белорусов, украинцев, таджиков, русских. Нужно отдать честь людям, которые погибли в борьбе с нацизмом. Честь и хвала им. Належит тем людям, которые полегли в борьбе с нацизмом, належит честь и хонор. Томаш, спасибо вам большое за эту интересную и содержательную беседу. И думаю, до новых встреч. До свидания. Я очень благодарю вас за разговор. До свидания. Я сердечно вас благодарю за разговор. Всего хорошего вашим зрителям и слушателям. Всего хорошего Беларуси. Беларусы, держитесь. Наша польско-белорусская дружба не направлена против России. Только наоборот. Стратегической и национальной целью свободного польского государства является союз Польши, Беларуси и России. Мы понимаем, что национальные интересы Польши связаны с Евразией и Востоком. Держитесь и всего вам доброго. До свидания. Польши связаны с Евразией и с Востоком. Тримайте себя и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин